Меня зовут Татьяна, мне 56 лет. И у меня на лице очень много следов моей бурной прекрасной жизни. Как бьюти журналист, я перепробовала все, абсолютно все, что есть на этом рынке за последние 20 лет. Я не нашла идеальные средства. Некоторые хорошие, некоторые очень хорошие. Идеальных нет. Добрый день. Сегодня мы поговорим о дерматологическом макияже. Его еще часто называют камуфляжем при розоцеях, шрамах и куперозе. Обычная декоративная косметика может не только не справляться с своей задачей, но также усугубить проблему. Основная проблема – это красные пятна, которые всегда очень плохо раскируются. Именно красные, а не коричневые. Веснушки вообще обожают. Кстати, они, ну и малоотвечательные. Вот. А красные, да, это беда. Замушевать их реально трудно. Поэтому я очень сильно надеюсь, что у вас это получится. Может быть, я все-таки найду это самое идеальное средство. Отлично. Тогда попробуем. Каждый свой макияж я начинаю с очищения. В марке Кавер Дерм есть специальный тоник, который идеально подготавливает кожу к макияжу, снимая и удаляя остатки предыдущего макияжа. Получается, вот даже без молочка работает? Да. В веске молочка как раз идет очень мягкий тоник, который начищает кожу с витаминами, дополнительно очищая и освежая ее. Можно не использовать термальную воду. Так же не забываем про шею. Не забываем про шею. После этого второй этап обязательно – это база под макияж. Содержит в себе увлажняющий компонент. И вот даже, наверное, по ощущениям на коже сейчас чувствуется. Нам сейчас необходимо выбрать тон, которым мы будем открывать лицо. Обычно всегда я выбираю два оттенка. Рекомендую делать это всем, более светлый и более темный тон. Для того, чтобы сразу, нанося макияж, лицо имело объемную форму. Для макияжа Татьяны я использую серию Luminos. Эта серия содержит робутин, который выравнивает пигментные пятна, цвет лица. Также содержит серия витамин С, что является эффективным лифтинговым средством дополнительно, ухаживающие компоненты. И эта серия идеально подходит как серия антиэйдж. Ставим точку. И также вторым средством я сразу ставлю штрих. И начинаем растушевывать. Если тон сливается с тоном кожи, значит, это средство идеально подходит под светом для вашего типа. И то, и другое средство будет пропадать, и границ его абсолютно не видно. Поэтому я буду использовать более светлый оттенок на центральной части лица и более темный оттенок там, где нужно выделить скулы и немного затемнить. Важно для начала макияжа поставить несколько точек на лице, которые мы будем растушевывать. Как правило, важно ставить эти точки около центра лица, не близко к краевой части кожи головы, потому что иначе при растушевке тональный крем попадет на волосы и будет не очень аккуратно смотреться. Важный момент, который есть в косметике Cover Derm, обязательно нужно вбивающими движениями, похлопывающими наносить тональный крем. Даже сейчас кистью частично я растушевываю. Вот есть направление от центра в сторону, но при этом я работаю вбивающими движениями. Ошибку, которую часто допускают женщины, когда наносят макияж, то есть вот такие движения. Да-да-да, это все делают. Растягивать нельзя. Таким образом не будет хорошего перекрытия. Хочу отметить, что во всей линии косметики Cover Derm присутствует пчелиный воск и около 12 компонентов основных витаминов. А у неё запах такой приятный. Это, наверное, из-за пчелиного воска? Сейчас я наношу оттенок, который темнее. Я наношу его на боковые части лица, под скулу, создавая тем самым нужный рельеф. Но я должна ещё отметить, что он у Терпевских приятного нанесения. Приятное ощущение, да? Это не газный тональный крем. Такое ощущение, что он как-то освежает, что-то такое делает. Мне очень нравится, что я получаю эффект светящейся кожи. Сейчас уже не модно наносить плотный матовый тон, чтобы кожа совершенно не блестела. Наоборот, такой вот эффект сияния, он всегда сразу же лет на 10 буквально молодит и освежает кожу, как будто сразу после отдыха. Так вот приехала. Напомню, что консилер под глаза рекомендуется наносить именно на вот самую внутреннюю часть под глазом, уголок, и потом только растушевывать уже к середине глаза. Сейчас в другую сторону. Когда мы получим не эффект плотного покрытия и визуально большого количества тонн, а наоборот, мы получим такой очень естественный натуральный эффект свежести. И переходим к третьему этапу. Мы уже уберем сейчас частично именно те проблемы, которые остались. Красные пятна, которые так мешают в ней, пользуют ножи. Я уже буду работать серией классик. Непосредственно на пятнышке, который я вижу тонкой кистью. Я наношу именно... Ну что сказать? Ну, честно, я ужасно довольна. Во-первых, мне очень нравится текстура этой косметики, потому что она как будто немножко освежающая. Во-вторых, это практически первый реально очень плотный консилер и корректор, который на коже почти не чувствуется. Вам любой человек скажет, который перепробовал консилер и корректор, что такого не бывает. Они чувствуются. Тональный крем может не чувствовать. А консилер всегда чувствует? Этот нет. Ну, и в-третьих, больше всего мне нравится, что сегодня я первый раз позволила себе розовое румяно, которое обычно, когда мне наносились поверх каких-то других средств, всё равно мои розовые пятна просвечивали. То есть вот если есть на коже розовые пятна, и вы наносите розовый румяно, а даже поверх корректор, всё равно эти пятна станут чуть-чуть сильнее. А тут нет. Что я могу сказать? Я, конечно, мечтатель, и мне, конечно, очень хочется назвать, что это такой продукт мечты. И я почти это говорю, но я немножко подожду. Я должна ещё весь день походить, я должна ещё раз его попробовать. Но я реально лучше не видела. Правда, честное слово. По крайней мере, мои красные пятна говорят, что лучше у них не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова